всем респект у меня сейчас и видит и слышит эта программа свежак с вами и джей чак и сегодня у меня в гостях три настоящих русских панк-рок богатыря дениса храмович андрей ободоныч и дмитрий спиренец участники культовой московской панк-рок группы тараканы совсем недавно увиделись в программе звездочек то есть или зрители видели программу они помнят что эфир был феерическим феерическим и после такого феерического прямого фирмы решили продолжить общение в неформальной обстановке насколько я помню попить пивка и так далее все это вылилось импровизированную по ножовщину на кольце разговор с глухими в троллейбусе а также поедание ходогов с асфальта входом в парк горького и также мы еще стали свидетелями рождения сверхновой суперзвезды децил малыш он сегодня кстати тоже с нами вот и вопрос такой вообще представляете свою жизнь без трэша и угара отвечает александр грусть молчит да нет конечно возможно иначе бы мы не могли в времена и средоотачиваться и про сочинять песни записывать альбомы или как в данном случае снимать и монтировать и продюсировать видеоклипы продолжать темы трэша и угара я в принципе уже могу признать то что я прописался у этого человека на кухне живу вот под столом не не несколько дней но я до сих пор еще не стал членом вашего vip фан-клуба группы тараканов расскажите про этот vip фан-клуб группы тараканов как в него попасть и что получать люди попадающие в этот vip фан-клуб да значит действительно в скором времени на сайте 3w таракан.ru открывается новый сервис он называется vip фан-клуб вот что это такое это закрытый раздел доступ который получают люди тем или иным образом ставшие обладателями карт карт нашего фан-клуба вот этот самый раздел вы включает себя огромное количество раритетнейших аудио-видео демо никогда ранее не издававшихся песен или демо известных песен концертные съемки с пылу с жаром эксклюзивчики такие огромное количество всякого эксклюзивов да есть еще реальная часть этой идеи каждого член фан-клуба этого каждый держатель этих самых карт также получает огромное количество всяких сувениров подарков и тому подобного от группы который естественно нигде естественно да это эксклюзивный став который выпущен только и исключительно специально для членов фан-клуба те кто захотят узнать по поводу этих карт и вообще вступление фан-клуб группы тараканы vip фан тараканы они залезут на сайте там за уже прям сейчас вся информация подробнее лежит на сайте такой такой вот вопрос группа таракана очень довольно таки большое количество своего времени вообще очень много сделали для панк-рока в россии и даже ближними за рубеже но к сожалению у группы таракана не так много наград до сих пор еще я насколько одна или может быть две но не больше носки скоро грядет церемония вручения рамп 2009 премии где естественно группа таракан номинирована как что он группа года хит года и клип года соответственно банальный вопрос хотите ли вы наконец-таки получить конечно же что говорить на девятнадцатом году это все производит намного менее убедительное впечатление чем если бы мы сушимой были бы группы скажем с пяти или семилетним стажем вдруг нам говорят в игру группа года пацаны вы самые крутые в этой стране вот здесь бы нас накрыло так чё мы поняли намек новый клип группа тараканов которому о котором мы сейчас будем говорить и который мы покажем нашим телевизорителем прямо сейчас он не пролетает мимо номинации но в принципе это не самое главное главное то что снимал этот клип денис один из участников группы и мне хочется знать если разница в том что снимает какой-то человек со стороны или человек который находится внутри коллектива и видит это все немного по-другому хотя бы сразу сказать да очень снимал снимал не я один на самом деле мало группа но я видел надпись режиссера дениса но как бы возможно немножко хорошо группа тараканы сама сняла себе клип это опять а бы решил playstation порубиться пока мы тут разговариваем давай да и и что и забыл что вот ну и что ты хочешь знать по-другому ли выглядит клип который снимаешь сам и с тем что снимают другие люди получается знаешь ну очень все творчески именно это реально групповая история да потому что естественно когда мы кого-то нанимаем для этой же работы человек со стороны мы не лезем туда потому что но считается этого не как мы это дело как мы делаем песни репетициях примерно то же самое так и что я дать сам даже клипа изначально он должен был быть другим совершенно да мы придумали в принципе неплохой сюжет довольно таки начали даже снимать даже сmalяйти даже сняли в киеве в москве назвали кучу народа подошло время снимать группу мы поговорили с икрой приехали труда в принципе даже расставив какой-то свет что-то поставили вот начали снимать снимали снимали потом случайно как-то получилось свет поставить чуть-чуть по-другому. Я начал снимать, смотрю, что что-то получается интересное. Подходит дрон, подходит диван и говорит, слушай, а прикольно, может быть мы вообще так все сделаем? Я говорю, как же сюжет? Ну, посмотрим. И мы начали снимать абсолютно все по-другому. Мы вдохновились вот этим вот самой ситуацией, самим местом, и тут же все переключилось. И получилось вот то, что получилось. Много прикольных вещей вообще делается в мире именно таким образом. Наушных открытий, например, и так далее. К примеру, LSD изобрели вот по такой схеме. Многие хорошие вещи тоже, скажем так. Новый клип группы Тараканы под названием «Новости этой минуты». Понеслась. Клопом куклам не хватает новых острых ощущений. Новый скорби и страданий. Детей 2.0, так полюбили боль. Если вам серьезно нужно, больше слез. Могу идти налично, выборать вас всех отлично. Вместе с сердца пламенный айпод. Крошка, эй, доверь мне свой пинкот. Добавляй, друзья, я отмодарю тебя, как никто и никогда. Если готовы вы купить себе еще любви, я смогу возлюбить вас, как самого всегда. А сейчас мы вернемся на рекламу и новости. Это еще не конец. Это пока не конец. Если мне повезет, и я увижу первым ядерный гриф, то пришел к себе... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!